Добрый день. Я представляю не только СПАКС, я представляю общество ВИД Венгрия. И, в общем-то, хотела бы подробнее рассказать о работе, которую проводит общество ВИД Венгрия. То есть женщины в атомной энергетике и это в нашей стране как проходит. Я это рассказала уже об общих тенденциях, чем занимается общество женщины в атомной энергетике, поэтому я на конкретных программах хочу остановиться. Очень коротко о Венгрии. Может быть, не все уже так помнят. Маленькая страна, около 10 миллионов человек проживает в Венгрии. В Будапеште меньше 2 миллионов. И из чего, собственно, состоит атомная энергетика Венгрии. Четыре блока ВВР-440 у нас построено по советскому проекту. В 1982 году первый блок введен в эксплуатацию. Мощность блока сейчас всех блоков 500 мегаватт. Прошел у нас проект поднятия мощности. И сейчас у нас главный проект – это продление срока службы, потому что уже заканчивается практически 30 лет проектного срока. В Венгрии уже были у нас такие программы, хотели мы строить дальше блоки. И в 1989 году было остановлено строительство двух блоков ВВР-1000. Все понимают, что это после Чернобыля случилось. И вот 20 лет прошло, после 20 лет этого перерыва правительство Венгрии, парламент Венгрии принял резолюцию, что можно начинать подготовительные, проводить подготовительные работы к строительству новых блоков. Ну и вот все знают, что сейчас Венгрия не отказалась после фокусимы от эксплуатации станции. Если не остановлен наш проект по строительству новых блоков, может быть, это будет чуть-чуть замедлено. Я работаю на АЭС-ПАШ как технолог. И, конечно, у нас сейчас много работы. Мы проводим стресс-тесты обязательные. Ну, это как работа после каждой аварии. Конечно, все анализируют свои возможности, свои опасности. Но, по крайней мере, в Венгрии не остановлена атомная энергетика. И население, ну, в общем, паники у нас никакой нету по этому поводу. Ну и вернемся к обществу женщин в атомной энергетике в Венгрии. В Венгрии это общество образовалось в 1994 году, то есть практически сразу с образованием Венглобаал. И женщины, которые входят в это общество, ну, в основном это работники фактической атомной станции. Так что у нас есть специалисты по охране окружающей среды, учителя с нами работают с удовольствием, которые в основном преподаватели физики. Есть у нас женщины, которые занимаются в медицине с изотопами, с радиоактивными изотопами и так далее. Организационная структура Венгрии является секцией ядерного общества Венгрии. И входит общество Венглоба, то есть всемирное сообщество женщин в атомной энергетике, ну и также сейчас образовалось сообщество Венгрии Европа. Вот в эти организации мы входим в наше общество. Ну, цели такие, что коммуникация с населением, объяснение целей, успокоить тех, кто опасается за безопасность атомной энергетики. Ну и вот стараемся мы привлекать молодежь в нашу отрасль. Ну и также хотелось бы упомянуть, что с женщинами мы стараемся больше заниматься, показывать возможности карьерного роста и показывать вообще вот такие вещи, как что такое жизнь в городе при атомной станции. С молодежью, как мы общаемся, мы организовываем открытые уроки, которые проводятся в гимназиях, вернее, открытые уроки организовывают, в основном организовывают школы, а нас приглашают, или мы сами предлагаем свое участие в этих открытых уроках, не открытых дверей и так далее. Это такие дни, когда школьникам предлагаются лекции на какие-то интересные темы, и вот приглашают, в частности, представителей нашего общества рассказать о работе атомных станций, чтобы дети имели представление, куда им идти учиться, может быть, их заинтересует такая возможность. Также, кроме этого, мы помогаем преподавателям, например, которые проводят конкурсы различных школ и гимназиях, мы им помогаем подготавливать программы этих конкурсов, тесты, например, тесты, которые заполняют школьники, чтобы записаться на этот конкурс и так далее. Чем еще занимаемся? Проводим экскурсии на станцию. Ну, хочу сказать, что, конечно, этими вещами занимается не только женская организация, у атомной станции, естественно, тоже занимается... У нас есть информационный центр в ПАКШе, в городе при атомной станции, но плюс мы тоже свою лепту стараемся внести. Например, для победителей конкурсов, которые связаны с атомной энергетикой, с ядерной физикой, обычно мы приглашаем их участников на станцию, или не только победителей, а, например, приглашаем, то есть, на девушек тоже, которые, может быть, не победители, но которые заняли там более высокое место в этих конкурсах и ближе показываем нашу атомную станцию. Ну, потом проходят различные мероприятия у нас в городе, также и во всей стране, не только связанные с физическими какие-то фестиваль цветов или различные фестивали в городах. Мы там представляем такие мобильные точки, приезжаем туда, привозим свои проспекты какие-то, и когда подходят интересоваться атомной станцией, нашим городом Павш, тогда общаемся с людьми в такой непосредственной обстановке. И немного о том, как обычно строится наше общение. Так как у нас одна из целей привлечь молодежь в нашу отрасль, привлекать молодежь нужно тогда, когда человек, молодой человек, еще только выбирает свою профессию, и чтобы у него были данные, вообще куда надо идти учиться, и вообще какая отрасль меня интересует, а чтобы это не так было, что я люблю играть на компьютере, значит я иду в информатику. Рассказываем очень такие простые вещи, стараемся все это упрощать, чтобы детям было понятно. То есть, например, восьмиклассник, который заканчивает гимназию, восемь классов в гимназии, восемь классов, после восьми классов школьник идет или в гимназию, или в такое профессиональное училище. Рассказать восьмикласснику о том, как работает атомная станция, непросто, потому что человек, который профессионально занимается этим делом, он так хочет, не хочет, но он может такие подробности завести ребенка, что он просто начнет ничего, ничего не поймет, и вообще остается все это дело. Поэтому упрощаем, стараемся упрощать в этих лекциях как можно больше, откуда берется электрическая энергия, как устроена атомная станция, что такое радиация, как мы защищаемся, и как атомная станция влияет на окружающую среду. Ну, сейчас, конечно, актуальная тема аварии на атомных станциях. Рассказываем, что случилось в Чернобыле, и что случилось на Фокусиме, какие последствия, и, ну, первый вопрос, что может ли на вашей станции произойти то же самое, что на Фокусиме, поэтому вот такое очень представление, во-первых, надо дать детям, что случилось, и как мы защищаемся, как обеспечиваем то, чтобы такое не случилось на нашей станции, и рассказываем, что в мире очень много станций существует, и все работает хорошо, и атомная станция, она даже является гарантом того, что мы не загрязняем окружающую среду. Рассказываем также, что о возобновляемых источниках, энергии ветра, гидроэлектростанции, рассказываем им, куда мы, как эти радиоактивные отходы, отходы, например, или радиоактивное топливо, которое образуется на станции, как мы обеспечиваем, чтобы эти вещи не загрязняли атомную среду, окружающую среду. Ну и когда готовимся мы к нашим выступлениям, общениям, к таким открытым урокам в основном, начинаем с того обычно, что вообще, какие дети, какого возраста будут присутствовать на этом мероприятии, согласовываем темы лекций обычно с организаторами, то есть иногда нас просят, например, провести лекцию, что охрана окружающей среды или уже там таким более зрелым детям, что как работает атомная станция, и у нас есть такая база лекций, и из этой базы лекций мы обычно так выбираем такую основу, и уже с учетом того, что нас конкретно просят в данном случае презентовать на наших выступлениях, составляем такую лекцию, корректируем. Ну и очень интересно, что обратная связь, то есть можно, конечно, рассказать и не понять, что дети поняли, не поняли, и, естественно, учителя, которые организовывают, они скажут, наверное, очень все понравилось, но вот обычно мы еще тесты такие проводим с детьми, заранее составляем, вопросы интересные, которые, все ответы на эти вопросы присутствуют в наших лекциях, обсуждаем правильные ответы, и обычно награждаем победителей, но мы привозим обычно такие небольшие рекламные подарки с нашей эмблемой ВИН, чтобы это потом запомнилось, и, в общем-то, даже не победителей, а всех мы награждаем, начиная с победителей, те, кто больше всего правильных ответов дали на наши вопросы. Ну, еще интересно, что эти вопросы можно, конечно, включить, еще и такие вопросы, что как ты относишься к атомной энергетике, или ты проголосуешь за возобновляемые источники, или, может быть, по-твоему, стоит больше заниматься такими энергосберегающими технологиями, или, может быть, стоит отказаться от телевидения, от световой рекламы, и так далее. И это вот такое интересное обратное связь, по которой можно составить себе представление, что вообще дети, молодежь, как думает о тех вопросах, которые для нас, может быть, естественны, а для них нет. Ну, и еще по этим заполненным тестам можно проанализировать, что как мы преподнесли детям эту информацию, насколько они ее поняли. И, например, если меня спрашивают после лекции, что, а как же уран кладется в атомный реактор, это значит, на следующей лекции появляется слайд, на котором видно, из чего состоит топливная кассета, и куда кладется уран. То есть, вот на такие вещи надо обращать внимание. Как можно связаться с нашим обществом? У нас есть веб-сайт, очень простой ВИН в Унгарии, найти можно на интернете, и на венгерском, и на английском языке у нас такая основная информация идет. Ну, в основном, конечно, на венгерском языке, для тех, туда можно, могут писать, спрашивать, в основном, кто живет в Венгрии, читать нашу информацию. Не вся информация у нас переведена на венгерский язык, но основная, да, как его найти, это можно на английском языке увидеть. Ну, и также мы принимаем участие во всех практических мероприятиях, которые проводятся в рамках Винглоба, ну, и сейчас Вене Европа. Это организация наша общественная. Ну, в принципе, еще что можно сказать, вот, по-моему, очень эффективно, когда женщины, работающие в этом энергетике, что-то рассказывают населению, может быть, как-то более доверяют женщину, потому что мы матери, у нас дети есть, которые вот тоже учатся, там ходят в школу и все это непосредственные близости от атомной станции. Еще, как я стараюсь всегда сказать, что в атомной энергетике, кроме того, что у нас есть интересная работа, и что хоть мы живем в маленьком городе, но связи со всем миром у нас очень обширные, и еще стараюсь рассказать всегда о преимуществе человека, который работает на атомной станции, например, молодежь обычно стремится в большие города, у нас в Пакше небольшой город, 20 тысяч населения всего, у нас нет проблем, например, с тадиком, со школой, если у нас есть дети, у нас чем только они занимаются, и взрослые тоже, у нас есть танцевальные коллективы, каждый день у нас есть бассейн, у нас есть пляж, у нас есть Дунай, Гребля, Байдар, Тиханоэ, и разные виды борьбы, и цюдо, и у нас есть чемпионы олимпийских игр даже, по некоторым видам спорта, два чемпиона олимпийских игр у нас есть в Пакше, это такой город, где до работы мы ездим не часами, а за несколько минут добираемся, и я училась в Москве, в Московском энергетическом институте, и знаю, что такое жить в Москве, а тогда это было не так жутко, как сейчас, и все эти пробки, это вообще ужасно, я когда говорю своим русским друзьям, что я, когда еще дети были совсем маленькие, я вставала утром, а через полтора часа я была уже на работе, так что у меня один ребенок был в ясериках, а другой в садике, и потом я возвращаюсь домой, и могу, и у меня есть время заниматься с детьми, у меня есть время заниматься спортом, и тем не менее у меня есть интересная работа, и я могу общаться со своими коллегами в России и во всем мире, и также со своими коллегами из общества женщин, которые работают в атомной энергетике, вот это еще мы стараемся рассказать, мне кажется, что это тоже очень важно, чтобы привлечь молодежь в атомной отрасли. Спасибо большое. Спасибо большое.